Структура МЧС включает в себя много направлений, одно из которых – пожарная охрана. В ней находятся люди, которые ежедневно профессионально рискуют жизнью и здоровьем ради безопасности граждан. Они тушат возгорание, спасают людей и проводят регулярную профилактическую работу. Требований к потенциальному пожарному не так много, но все они очень важны. Сотрудник у нас проходит психофизиологическое исследование в Приволжском филиале Центра экстренной психологической помощи МЧС России, где выдается заключение, годен ли он к столь сложной профессии. Там оцениваются его личные качества и психологические, его стрессоустойчивость. Проходит военно-врачебную комиссию, по итогам которой выдается заключение, годен он к службе у нас или нет. Физическая подготовка играет важную роль. Во время службы специалисты работают с тяжелыми инструментами и инвентарем. Взбираются иногда на достаточно большую высоту, работают на максимальной скорости. Когда кандидат доходит до стадии стажера, за ним закрепляется наставник, который проводит теоретическое и практическое обучение, охрану труда, пожарно-строевую подготовку. При этом огромный плюс в этой профессии – то, что пожарным можно стать без какого-либо специального образования. Достаточно иметь среднее общее. Так любой выпускник школы, достигший 18 лет, может попробовать себя на службе. Преимуществами и плюсами поступления на службу в МЧС является график сменности дежурства сутки через трое. Сотрудники, которые назначены на должности пожарных, в процессе прохождения службы, если показывают себя профессионалами своему делу, им предлагаются высшестоящие должности. Это в большей степени относится к сотрудникам, кто имеет среднее профессиональное и высшее образование. Но также, помимо этого, кто ребят у нас проходит службу, имея среднее общее образование, также заочно в процессе прохождения службы обучаются. Среди существенных плюсов работы пожарным – 30-дневный отпуск без учета выходных и праздничных дней. В зависимости от стажа можно получить дополнительный отдых. Среди преимуществ также ранний выход на пенсию после 20 лет службы и социальная защита – возможность получить высшее образование. Ежегодно нам выделяют бюджетные и федеральные места на поступление в высшие учебные заведения МЧС России, в профильные вузы. И мы также проводим профотбор ребят, кто заканчивает 11 классы, кто имеет среднее профессиональное образование в возрасте до 30 лет. Выпускники пожарной академии распределяются на должности среднего и старшего начальствующего состава. Сегодня в Сарове есть вакансии практически во всех подразделениях пожарно-спасательной службы. Желающие вступить в её ряды могут обращаться в отдел кадровой и воспитательной работы по телефону 99320. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров-24.